Мы рады приветствовать каждого из вас. Мы продолжаем говорить о четвертом измерении. Пастор, ты знаешь, вот эта тема затрагивает как неверующих, так и верующих людей. И эта тема четвертое измерение. Я знаю, что она интересна многим людям. И вот мог бы ты рассказать о четвертом измерении? Я скажу так, дорогие друзья, все телезрители наши, послушайте. Это настолько важно сегодня понять, что все вокруг, оно на самом деле вокруг одного, вокруг Иисуса Христа. Вокруг этой крестной смерти, воскресения и работы Святого Духа сегодня здесь. И получается, что человек, он начинает жить по-настоящему, когда он узнает язык Святого Духа. Когда он узнает, как Дух Святой сотрудничает с человеком. И когда приходит этот момент, что человек начинает это понимать, тогда все меняется. Во-первых, нужно понимать одну вещь, что существует Духовный мир. Четвертое измерение – это Духовный мир. Первые три измерения, первое, второе, третье, они относятся к физическому миру, к материальному миру, к нашим обстоятельствам, нашей семье, финансам, здоровью и так далее. К тем предстоящим событиям, которые будут завтра. Но четвертое измерение, оно контролирует третье измерение. И буквально человек все время, даже неосознанно, он сотрудничает с четвертым измерением. И когда приходит этот момент сотрудничества с четвертым измерением, человек не знает об этом. Но точка контакта, каким образом четвертое измерение соприкасается с третьим и управляет им? Только через мышление человека, через его образы, которые в голове. И получается, у каждого человека есть его мир, его вселенная, образно говоря. Его мир, который вокруг него. И вот получается, что человек, сам того не зная, творит свою судьбу. Он творит то, что происходит в его жизни. И Дух Святой, Дух Святой, он не может двигаться в человеке, если канал, то есть мозг человека, разум, он загрязнен. Поэтому люди, которые негативно мыслят, они становятся каналом для демонов и бесов. И демоны и бесы, они приходят в их жизнь. Они вторгаются в их обстоятельства. Они устанавливают порядок событий. И человек, сам того не зная, сотрудничает с ними. Когда он наполняется негативными мыслями, когда он наполняется негативными образами, страхом, предвкушением, поражением, слова, которые человек высвобождает. У меня не получится, все будет плохо, мы с тобой разведемся, у нас все рухнет и так далее. В этом бизнесе мне не видеть никогда успеха. Люди так говорят, наша церковь никогда не вырастет, Бог не действует, Он действовал раньше. Это проклятие, которое люди произносят. И эти проклятия, когда люди говорят, Бог действовал в 90-х, они проклинают свое служение. Потому что это ложь о Боге. Бог действует всегда. И Бог действует прямо сейчас. И Бог открыт действовать. Но когда у человека загрязнен разум, то точно так, как рыба, она не может жить в грязной воде. Так и Бог, Он не может двигаться в загрязненном разуме. И нужно, чтобы человек, он прежде всего изменил свое мышление. Он должен отвратиться от отрицательного мышления и обратиться к положительному мышлению. И таким образом это фундамент. И вот что происходит. Люди в мире, они того не зная, все равно сотрудничают с Духовным миром. И происходят проблемы. Но когда приходит момент, и человек начинает сотрудничать со Святым Духом, изменив свое мышление, сделав свои мысли подобные мыслям Бога. И Бог говорит, мои мысли выше ваших мыслей, как небо выше земли. И вот этот момент, когда ты входишь в соответствие. И что происходит? Бог ищет партнера. Бог ищет канал. Бог никогда не будет творить на земле ничего сам. Сам Бог не может проповедовать. Сам Бог не может спасать людей. Сам Бог не может исцелять больных. Сам Бог вообще ничего не делает. Он все делает, Он так постановил с человеком. Он сотворил себе друга, партнера. И только когда человек открывается и становится соответствующим помощником, в чем? В своем мышлении. Он начинает мыслить соответственно Богу. Тогда Бог начинает творить через Него и вместе с Ним. То есть сегодня нам нужна творческая инициатива. Нам нужно сегодня наполняться образами победы. Нам нужно буквально окружать всю свою жизнь победой, победой, победой. Потому что на самом деле все, что ты думаешь и все, что ты видишь, это все будет завтра в твоей жизни. Как говорит доктор Юнгичо, сегодня слушал его. Он говорит, что если человек начинает работать, в течение пяти лет вся его жизнь полностью меняется. Он может быть нищим, но он через пять лет может быть миллионером. Он может быть больным. Через пять лет это будет здоровый человек. Вдумайтесь, друзья, послушайте, дорогие телезрители. Подумайте про Авраама. К ста годам. Авраам. Мы говорим о здоровье. Авраам. Он, говорится, тело его уже омертвело. Он уже как мужчина никакой был. Он уже старый был. Он уже буквально все тело его, оно было уже столетним, пишется. Но через четвертое измерение он обновляется в своем теле. Начинаются процессы физические в его теле, в его крови, в его клетках, в его костях, во всех органах. Конкретно, если говорить прямо, это происходило даже в его половых органах. Представь себе, потому что он был мертвым. И вот следующие 50 лет уже нет цары. Авраам женится на Хитуре. И у него рождаются дети. И это просто удивительно. Как такое может быть? И он умирает не от болезни. Он умирает не от какого-то стресса, не от инсульта, не от инфаркта, не от того, что с ним что-то случилось. Написано, он умирает в доброй старости. И знаешь, сегодня люди многие, они не знают, что через четвертое измерение ты можешь сегодня обновить все свое тело. Дух Святой может сотрудничать с тобой. И точно так, как Он обновил землю, когда она была безвидна и пуста. И тьма над бездной. И написано, Дух Божий носился над водой, и Бог сказал слово, и прошло обновление земли. Это сотворение было, это обновление было. То же самое происходит с нами, когда мы начинаем наполняться этим видением, когда мы начинаем работать над этим, когда мы буквально крестимся, погружаемся. Это то, что сейчас происходит, это цель погружения. Что с нами происходит? Тело, которое могло быть омертвевшим, оно начнет обновляться. И там, где была смерть, там будет жизнь. И это реальные вещи. Сегодня многим людям нужно понять, что Дух Святой, Он хочет сотрудничать с тобой. В Нем нет проблемы. Меня кто-то услышал или нет? В Нем нет проблемы, как нас учили. Я извиняюсь, но я так был научен, что Бог, возможно, не хочет. Что Бог, Он держит тебя специально внизу, чтобы смирить тебя. Что Бог, Он вообще закрыт для тебя. Что Бог кого-то выбирает, а тебя нет. Это все на самом деле ложь о Боге. Бог, Он открыт сегодня. И Он говорит, я хочу прославлять свое имя в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты ходил и каждый день ты воздавал мне славу. Чтобы каждый день ты переживал величие. Бог, Он наполнен этим желанием. Он сотворил тебя. Ты не просто на ксероксе сделанный. Ты не клон чей-то. Ты личность. Бог одного такого сотворил, как ты. И Он смотрит на тебя. И Он говорит, я хочу с тобой работать. Все, что тебе нужно, это изменить свое понимание о Боге, о себе. Многие люди о себе думают негативно. Многие люди о себе думают. Они буквально думают о себе, что они плохие, что они виновные, что они отверженные, что они вообще неспособные, что они не такие, как другие. Они начинают себя сравнивать с кем-то. И это ошибка. Нужно видеть свой образ. И нужно двигаться в нем. На самом деле, Бог, Он любит каждого человека. Подумайте об этом. Какая великая Божья любовь. Если Он, Ахава, который был проклятым царем, но который только чуть-чуть смирился перед Ним. И Он говорит, Илья, вернись к нему и скажи, что я увидел его смирение. В его дни не наведу беды. Когда я это читаю, я не могу понять сердце Бога. Как это можно понять? Ну, что ты сегодня сделал такого? Что ты сегодня сделал, как Ахав? Что ты сделал? Что ты о себе думаешь, что Бог тебя не прощает? Что ты о себе думаешь, что Бог, Он против тебя? Что Бог забыл о тебе. Он тебя записал в черный список и сказал, пусть этот человек плохо живет. Ну, что ты такого сделал? Что ты вообще понимаешь в этом? Ты должен понять, что жертва Иисуса Христа на кресте, она буквально искупила тебя на 100%. Вот что такое четвертое измерение. Это правильное понимание. Нет сегодня чего-то, что мы можем приложить к этой жертве, добавить к ней. Ты понимаешь, с этого все начинается. И когда ты начинаешь понимать, что ты искуплен. Как? Сегодня искуплен, завтра ты согрешил, и ты не искуплен. Завтра ты ошибся, ты что-то сделал. Ты не состоялся в чем-то. И все, и Бог о тебе забыл. Что это за искупление? Чего оно тогда стоило бы? Нет, это искупление самого Бога. Бог не человек, чтобы ему меняться. Кто-то меня слышит? Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог великий. Он сделал это с тобой. И Он говорит, ты в моей руке. Поверь, это надежно. Поверь, я тебя не брошу. Поверь, не будет того, что ты скажешь, да, Бог меня отверг. Бог истинный. Он есть свет, и Он есть любовь. И ты должен понять, какой Бог. У людей размытые понятия о Боге. Размытые понятия. Это беда, это горе. Люди не поймут, какой Бог. Люди думают, что Он добрый. Они говорят о Нем, да, Он добрый, но поверь. На завтра, когда они сделали ошибку, они уже думают, что Бог злой. Они не говорят этого, но они так думают. Потому что они плохо думают о себе, а значит, они плохо думают о Боге. Потому что Бог в нас. И Бог, Он сказал о нас, что мы новое творение. Мы должны увидеть это. Мы должны понять это. Вы знаете, друзья, мы должны вообще окружать себя буквально всем, самым лучшим. Ты должен знать, что в четвертом измерении очень важно все время жить в этом состоянии. Состояние творчества. Бог творец. Окружай себя всем, что помогает тебе видеть себя победителем. Начинай с самого утра, когда ты просыпаешься. Что бы ни было на душе, начни в противовес этому, вопреки этому. Просто думать правильно. Думать, нет, истина есть истина. А истина в том, что Бог меня искупил. Что Он заплатил всю цену. Что не было такого, что Он не заплатил что-то. Он все заплатил. Кто-то аминь скажет здесь? И Он сделал это. Поэтому я благословенный вопреки. Я благословенный. Я победитель. Я все смогу. Я буду видеть только победу. Приходят ощущения негативные. И человек начинает в них вариться. Чувствовать что-то. Ожидать что-то. Приснился сон плохой. Дорогие мои, отвергните весь этот мусор. Это мусор, который вы должны убрать из души, со своего дома внутреннего. Убрать просто. Это мусор, который нужно выбросить далеко от своего дома. Чтобы и запаха его не было. Вы победители. Вы помазанники. Бог сделал чудо на этой земле. Христос пришел на землю. Он пришел из духовного мира. Он пришел с третьего неба. Он пришел и Он прямо воплотился. Он оделся в человеческое тело. И Он ходил по земле. И Он сделал всю работу для того, чтобы сегодня мы имели власть. И мы имеем эту власть. Ты знаешь, придет время. И написано в Писании, так говорится, что придет Антихрист. Антихрист – это дух, демон, который найдет плоть. И Он воплотится. И Он точно так будет людям давать какую-то демоническую власть. И послушай, сегодня мы должны понимать, что происходит с нами. Мы дети Бога. Мы новое творение. Мы имеем во Христе новую жизнь. Мы имеем во Христе полную победу. Многие люди сегодня в грехах, проблемах, неудачах только по одной причине. Потому что они этого не знают. Они в это не верят. Читая Писание, они буквально не понимают, о чем идет речь. Сегодня пришло новое время. Время откровения о духовном мире. Время откровения о четвертом измерении. О том, что Бог сделал для нас. И мы сегодня верим, что мы новое творение. Кто-то аминь скажет? Аминь, да. И послушайте, это такое счастье, это понимать. С самого утра я новое творение, я победитель. У меня все будет хорошо. Это будет прекрасный день. У меня будет прекрасная жизнь. То, что было, никогда больше не будет. Халлелуя. То, что было в моей жизни. Эти неудачи, которые меня давили, связывали, их больше не будет. Я буду видеть новую жизнь. Я вижу ее уже. Я вижу ее. Это победа. Это счастье. Это радость. Это сотрудничество со Святым Духом. На высоком уровне. Аллелуя. Это близкие отношения с Ним. Начните что-то делать. Каждый день. Понимаешь, Лида? Каждый день нужно что-то делать. Вы должны уделять этому время. Это самое главное. Вы творцы. Уделите время тому, чтобы творить. Когда вы остаетесь сами в комнате, говорите со Святым Духом. Он личность. Переживайте его лично, чтобы он подошел к вам и коснулся вас. Когда вы остаетесь сами, включите музыку. Кто-то любит классику. Включите Моцарта. Переживайте Бога. Кто-то любит какую-то другую музыку. Включайте ее. И просто переживайте Бога. Переживайте видение. Мечтайте. Бог встречается с человеком на территории мечты. Просто мечтайте. Это настолько мощно. Когда ты начинаешь мечтать. Когда ты входишь в это состояние. Когда ты веришь в свое видение. Это то, что ожидает от тебя Бог. Кто-то должен сделать что-то. Ты знаешь, я включаю музыку. И бывает, я включаю музыку. И она не христианская. Я очень люблю слушать Виктора Цоя. И я включаю ее почти каждый день. И я закрываю дверь. Включаю эту музыку. Я смотрю на это Киевское море со своего окна. И я начинаю мечтать. Я начинаю переживать. И я просто вхожу в это состояние четвертого измерения. Я наполняюсь этой сладостью Духа Святого. И я понимаю, великий Бог, Он никогда не подведет. Он верный. Пришло новое время. Ухватись за Него. И ты входишь, и ты видишь чудеса. Вот что делает Бог. Многим людям нужно смотреть какие-то фильмы. И фильм не нужно смотреть со всеми. Есть трогательные фильмы. Фильмы, которые просто переворачивают душу. Фильмы, которые буквально погружают тебя в новое измерение. Фильмы о героизме людей. Фильмы о том, как люди жертвуют свою жизнь ради человечества. Фильмы, которые поднимают твой дух. Нужно смотреть эти фильмы. И когда ты смотришь эти фильмы, бывает такой момент, когда ты сидишь, и ты просто плачешь. И ты просто рыдаешь. И ты наполняешься этой силой в этот момент. Дух Святой с тобой работает. Я знаю, что вы не привыкли к этому. Люди в церкви, они буквально закрыты в этой церковной коробочке. И они сидят в ней. И они не знают, что есть целый мир. Что Бога никогда не поместишь в твою церковь. Бог больше в твоей церкви. Бог больше в твоей динаминации. А вот хотела, знаешь, что спросить. Получается, что на нас полностью лежит ответственность за наше будущее. И Бог, Он как помогает нам в этом. Но ответственность вся на нас? Конечно. Ответственность за предстоящие события. Лида, она лежит не на Боге. Она лежит на нас. И это серьезная проблема. Что люди этого не понимают. Что все будет в твоей жизни согласно тому, как ты видишь. Бог говорит Аврааму. И вот посмотрите эти слова. Я прочитаю вам. И здесь говорится. 13 глава. Интересные слова. Которые нужно просто понимать. И вот здесь говорится. 14 стих. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои из места, на котором ты теперь. Посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. И во всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И вот смотрите, друзья, здесь в этих стихах ключи для вас говорится непросто. А вот смотрите что. Возведи очи твои. То есть ты должен начать видеть. Ты должен начать видеть духовно. Ты должен начать мечтать. Ты должен начать видеть конкретно. У тебя всегда должно рождаться видение. Друзья, послушайте меня внимательно. Дух Святой поможет вам вкладывать видение в свой разум. Потому что Дух Святой специализируется по видениям и мечтам. И именно Он помогает человеку видеть. И Он говорит, возведи очи твои. То есть начни видеть. Ты раньше видел поражение. Ты раньше видел неудачи. Ты раньше видел проблемы, разводы. Ты видел просто горе, слезы. Но сегодня приходит новое время, когда ты начинаешь видеть. Бог говорит, возведи очи твои. То есть убери их со своей проблемы. Перестань смотреть в землю. Перестань смотреть на свое горе. Перестань смотреть на свою болезнь. На свою нищету, кредиты, долги. На своего мужа, на своих детей и так далее. Он говорит, возведи очи твои и посмотри. И дальше говорится. И с места, на котором ты теперь. И возможно с места, на котором ты теперь. То есть это место, где может ты проигрывал. Где ты может был поражен. Где ты терпел неудачи. Место, да, ты в нем оказался. Ну вот смотрите, что происходит. Он говорит, посмотри и к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Говорит, теперь все. Я все даю тебе. Смотри вокруг. И он говорит, всю землю, которую ты видишь, твое видение, оно отмеряет Божью работу в твоей жизни. Твое видение. Не Бог отмеряет. Он говорит, какой мерой ты меряешь, такой тебе будет отмерено. Твое видение. Оно отмеряет Божью работу. Мы разговаривали недавно с моим другом, и это бизнесмен. Он зарабатывает миллионы долларов, он жертвует миллионы долларов. Слава Богу за него. Но послушайте меня. Мы рассуждали. И он говорит, понимаешь, я вижу, как когда-то я переживал Духа Святого. И Дух Святой приходил в мою комнату. Я переживал это помазание, его прикосновение. Но когда я начал двигаться в четвертом измерении, что-то изменилось. Потому что когда я переживал Духа Святого, все двигалось на одном уровне. Но когда я начал с Духом Святым разговаривать в четвертом измерении на языке Святого Духа, то есть через образы и конкретные видения. Он говорит, мой бизнес начал сразу расти, моментально. И это то, что происходит с нами. Ты можешь переживать Духа Святого, но ты должен дать Ему канал. Твое видение. Именно оно отмеряет работу Божью. Он говорит, землю, которую ты видишь. Он не сказал. Бог не сказал. Землю, которую я вижу. Бог не сказал, землю, которую я вижу. Я вижу всю землю. Нет. Он сказал, землю, которую ты видишь. Это то, что происходит сегодня в твоей жизни. Ответственность. Лида, она лежит на нас. Мы можем видеть. Мы можем видеть то, что будет совсем невозможным. Можем ли? Ну вопрос, да. Могу ли я сегодня видеть что-то невозможное? Конечно. Бог этого и хочет. Бог не хочет маленьких чудес. Бог не хочет чего-то, чтобы просто ты попросил у него костыли. Бог не хочет, чтобы ты просто сделал что-то маленькое. Бог говорит, я хочу делать для тебя что-то, что будет тебя потрясать, что будет тебя приводить в восторг, что будет просто производить в тебе такое благодарение Богу. Ты будешь проповедовать о Боге. Друзья, почему люди в церкви не проповедуют? Во многих церквях, я благодарю Бога за нашу церковь. У нас люди проповедуют, евангелизируют, несут Слово Божие, рассказывают о Боге. Но очень часто бывает такое, когда не проповедуют. Дорогие мои, да по одной причине. Потому что когда люди не переживают Бога, им нечего сказать. Они не могут идти просто с логосом, с заученным словом. Им нужно получать от Бога рема, им нужно переживать чудеса и славу. Понимаете, когда люди переживали Божью славу, они бежали сами и они всем рассказывали о Боге. Аминь? Да. И это то, что с нами сегодня происходит. Когда мы начинаем переживать и когда ты начнешь переживать вот это величие Бога в своей жизни, ты увидишь, насколько велик Бог.